Доброе утро, дорогие друзья! Культурно-досуговый центр «Октябрь» Ханты-Мансийска приглашает людей старшего поколения на развлекательную театрализованную программу «Новогодняя столица. Место чудес». О ней мы поговорим с режиссером концертных программ Культурно-досугового центра «Октябрь» Татьяны Картарцевой. Татьяна, доброе утро! Доброе утро! Татьяна, эта программа уже стала традиционной. Насколько она вообще востребована? На протяжении последних восьми лет мы проводим данное мероприятие. Это стало доброй традицией для нас, организаторов, и, конечно же, для участников наших дорогих гостей. А вот состав гостей меняется? То есть приходят новые лица появляются? То есть мероприятие растет с каждым годом, потому что мы узнаем предпочтения наших гостей. Для людей старшего поколения выступают их любимые артисты, любимые творческие коллективы. И, конечно, популярность этого мероприятия, что нам очень приятно, возрастает с каждым годом. А есть какие-либо ограничения по возрасту? Ну, на самом деле, ограничения по... Конечно, конечно. Я думаю, что те люди, которые приходят к нам, в душе им, конечно же, 18, потому что они с большим удовольствием веселятся, заряжаются этой энергией и дарят эту энергию нам, организаторам. Это очень приятно. Это, на самом деле, замечательные, теплые и очень добрые мероприятия. А чаще все-таки женщины принимают участие или мужчины тоже? Ну, нет. Случаются. Люди, это и женщины, и мужчины, что также очень нас радует, поскольку такие мероприятия, ну, это все равно это душа. И мужчины, и женщины любят принимать участие в этих мероприятиях, так же, как и в конкурсах, и в других мероприятиях, проводимых нашим культурно-досуговым центром «Октябрь». Скажите, а вот можно сказать, что 50 на 50 мужчины, женщины? Или все-таки дедушек не достает? Нет, ну, на самом деле, это такой интересный вопрос. Давайте заодно посмотрим, как это было. Вот в прошлом году, например, у нас есть, у нас в архиве нашлись фотографии. Отлично. Вот тут очень даже весело, мне кажется. Вот вы говорите, 50 на 50, а бывает, когда и мужчин больше, и активность мужчин, она настолько, что ее хватает на всех пришедших женщин. Но это, там, там же застолья нет, это просто развлекательная программа, да? Это развлекательная программа, это сюрпризы, конкурсы, викторины, выступления творческих коллективов. Да, долгожданная встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Да, очень добрые, очень хорошие мероприятия, которые оставляют выступления муниципального духового оркестра, солистов нашего культурно-досугового центра, хореографических коллективов. Темы программы меняются год от года? Конечно, тематика в этом... То есть тематические они, да? Конечно, тематические. Обязательно театрализация данных, чтобы было интересно посещать, потому что каждый раз какие-то новые сюрпризы мы готовим для наших гостей. А в этом году? Внуков можно с собой брать? Конечно. Так, детки, у нас танцуют не столько люди старшего поколения. Я бы за внука сошел. Танцуют все. В этом году, конечно, мы готовим для наших гостей также сюрпризы. Я не буду раскрывать всех тайн, но в этом году гости нашего мероприятия окажутся в гостях у сказки, в театрализации, где Баба-Яга, Кощей, Леший расскажут свою новогоднюю историю. А ожидается ли приход Деда Мороза и Снегурочки? Приход? Приход именно так говорится. Да, долгожданная встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой обязательно будет. Стихотворения, частушки, хоровод вокруг елочки, любимые песни, сюрпризы. То есть желательно быть еще и подготовленным, да? Конечно, все приходят подготовленные на это мероприятие. Хорошо, и чем это все завершается? Завершается, ну, конечно же, зажигательными танцами под муниципальный духовой оркестр. То есть это как это было раньше на танцплощадках. А вот, кстати, музыкальное подбором репертуара, кто это делает? И какие песни звучат? Это хиты 50-х, 60-х, 80-х, 90-х возможно? Это музыкальный репертуар мы, естественно, подбираем согласно настроениям, предпочтению и желанию наших гостей. Потому что я уже говорила, что мероприятие проводится много лет. Это хиты 60-х, это новогодние любимые хиты. То есть репертуар, естественно, ориентирован на нашу целевую аудиторию. И еще вопрос. Вот смотрите, могут ли прийти на это мероприятие гости нашего города, которые здесь, какие мы приехали, возможно, к своим детям сейчас, да? И здесь впереди каникулы. К внукам. То есть, да, и там прописку уже никто не спрашивает. Вы приглашаете всех желающих. Конечно, на всех. Конечно же, гостей нашей столицы мы будем очень рады видеть. И в какое время еще, подскажите, Татьяна? В 15.00 сегодня в конкурсном зале культурно-досугового центра «Октябрь». Будем рады видеть всех. Так, а если вот у меня, например, есть баян, могу ли я с собой его взять и прийти с баяном? Если ты умеешь играть. С удовольствием. Это уже другой вопрос, Марина. Просто человек с баяном, он всегда вызывает радостное настроение. И интерес. И люди смотрят на него с надеждой. Татьяна, большое спасибо. Мы желаем, чтобы, как всегда, это мероприятие прошло на высочайшем, культурном, досуговом уровне. И у всех участников, и у артистов, и у гостей остались только самые лучшие впечатления. Спасибо. И самые лучшие фотографии. Спасибо вам и хорошего дня. Спасибо. До свидания. Спасибо.